После введения вакцины они круглосуточно находятся на связи со своим терапевтом. Врач контролирует состояние пациента, отмечая, что небольшой подъем температуры допустим. В процедурных кабинетах Черкеска поэтапно уже проходит иммунизация медицинских, педагогических и социальных работников от новой коронавирусной инфекции. А на этой неделе к вакцинации присоединятся и районы, и медучреждения. Но наряду с этим ситуация в республике остается непростой, но стабильной. Александра Коваленко продолжит тему. Всю историю человечества нас сопровождают различные болезни, бактерии, вирусы. Но мы не беззащитны, утверждает иммунолог. Главный врач детской многопрофильной больницы Тамара Лайпанова. Нам на помощь приходит наш же иммунитет. Иммунная система человека, она эшелонизирована, параллелизирована, дублирована. Есть клетки, которые первые встречают инфекцию. Есть клетки, которые дают информацию иммунной системе, что поступила какая-то новая, неизвестная инфекция. И иммунная система обязательно реагирует. И выработкой антител, и не только выработкой антител, есть так называемый врожденный иммунитет. Он более старый, менее специфичный, но тем не менее реагирует. Берем 100 человек. Если из них 95 или переболели, или вакцинированы, то остальные 5 спокойно могут жить. Цепочка оборвалась. Цель – оборвать замкнутую цепочку, создать иммунную прослойку населения. Научно-исследовательским центром эпидемиологии имени Гамалеи была разработана вакцина «Спутник ВИГАМ-КОВИДВАК», которая нацелена на спасение человеческой жизни от коронавируса и его последствий. У нас иммунно-биологическая промышленность очень сильная. Когда в 90-е годы военная промышленность начала кастрюли делать, легкая промышленность куда-то делась, появилась турецкая, все ли там еще китайская. И когда тяжелая промышленность пала, иммунно-биологическая промышленность была спасена. Потому что это была важнейшая промышленность страны, потому что это была инфекционная безопасность страны, и это было приоритетным направлением спасли. То есть вот эти SARS-вакцины, MERS-вакцины заказывали вот эти арабские страны именно нашим ученым. Поэтому коронавирусная вакцина не свалилась сверху, она была сконструирована. Да, у этой вакцины есть и противопоказания. К их числу относится непереносимость белка. Противопоказана иммунизация лицам, не достигших 18 лет, и людям в возрасте после 60. Но если человек абсолютно здоров, то после консультации с врачом возможно добровольная вакцинация и тем, кому за 60. У нас есть люди, которые прививаются и старше 65 лет. Наши медицинские сотрудники добровольно, они привились, и у них хорошие показатели. Вакцинация тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, допустима. Но лишь после определения антител на COVID-19 в крови. По медицинским показаниям, методическим рекомендациям Минздрава, по рекомендациям Роспотребнадзора, прививаются люди, у которых снижен уже уровень антител в крови. И в принципе через 2-3 месяца уже можно сделать повторную прививку. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в нашей республике остается сложной, но стабильной. Статистические данные за прошлую неделю привели в Минздраве Карачаева-Черкесии. Количество выписавшихся из COVID-госпиталей республики увеличивается. На стационарном лечении остаются более 900 человек. Новых выявленных случаев в день в пределах 96-98. Борьба с вирусом идет активными темпами. К ней присоединилась профилактическая прививочная кампания. Уже провакцинированы часть педагогов, мед и соцработников. Все эти мероприятия продолжатся на этой неделе в районных медучреждениях республики. С января будущего года уже начнется массовая иммунизация населения. Уже скоро в поликлиниках начнут формировать списки желающих провакцинироваться от COVID-19. А готовы к этому сами жители? Я за, наверное. Потому что надо все-таки это остановить, чтобы какая-то стабильность по этой теме уже, думаю, что прошла. Я, наверное, не буду сейчас что-то потом посмотрим. Но я как бы соблюдаю меры предосторожности. Если предложат, буду прививаться. Я думаю, что если выпустят, меньше люди будут болеть. Прежде чем привиться, я думаю, надо все равно получить консультацию своего врача. Все силы сегодня брошены на борьбу с этим смертельным злом. Сегодня так называют вирус в народе, который уносит жизни людей, наносит увечья. В новом 2021 году вакцина против COVID-19 станет доступна для всех. Поэтому сегодня медучреждения закупают холодильники для транспортировки и хранения нового препарата. Александра Коваленко, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкисия.